На одном таком аппарате в онкоцентре сейчас проходит лучевую терапию 112 пациентов. Линейный ускоритель работает практически без перерыва. Это новое уникальное оборудование из Америки. Самара – первый российский город, где появилась такая установка. На всю Европу подобных аппаратов насчитывается всего 20. Уникальное оборудование совмещает в себе сверхмощный ускоритель и компьютерный томограф. Это быстро по сравнению с тем оборудованием, которое стояло на месте этих аппаратов. Во-первых, это короче время облучения за счет того, что современное оборудование. Они ничего не чувствуют и чувствуют себя комфортно. Во-первых, ведется видеонаблюдение. То есть мы видим пациента на экране и в пультовой. Ежегодно в Самарском онкодиспансере получают лечение в общей сложности более 18 тысяч человек. Выполняется до 13 тысяч операций. Постоянно внедряются новые технологии, методы лечения и диагностики рака. С сотрудниками одного из самых современных онкоцентров в Европе встретился глава администрации Самары Олег Фурсов. Он рассказал, новые технологии сегодня внедряются и в городе. Благодаря реформе местного самоуправления меняется структура городской власти. В сентябре пройдут выборы депутатов в районные советы. Администрации районов получат дополнительные полномочия и обретут большую самостоятельность. Будет формироваться бюджет на уровне района. Для того, чтобы были источники формирования бюджета, предусмотрено два вида налогов, которые передаются в районы. Это земельный налог 10% и имущественный налог 50%. У главы района будет заинтересованность в сборе этих налогов. Позитивные изменения, на которые взяли курс городские власти, уже заметны. Так, в текущем году значительно пополнился парк городского общественного транспорта и спецтехники. Удалось найти эффективный способ борьбы с недобросовестными управляющими компаниями. Не сбавляя своих темпов ремонта и реконструкции дорог. Олег Фурсов подчеркнул, будет продолжена работа и по увеличению доходной части бюджета. Появление власти на местах будет способствовать более эффективному распределению средств. Марина Матвеевшина, Павел Пресняков, События.